Итак, всем привет, с вами Добгай, и это третья серия прохождения Кирс Варен 4 с модом Equestria at War, назовем Перри Грифонов. В прошлой серии мы провели операцию по установлению субъектов, затем расширили наши границы по прошлым старым предателям, и сейчас потихоньку будем, в принципе, объединять весь континент, и начнем это вот с западных как раз-таки держав. Первыми в этой серии мы разобьем Skyfall. А на западе здесь тем временем реальная жесть происходит, причем я замечу, отступление на самом деле на пользу пойдет Чейнджлингам, по той простой причине, что сейчас Сталинграду перейдут эти просто горящие провинции в этом ужасном состоянии, а вот они смогут вывести часть своих войск из гарнизонов. Но, конечно, учитывая то, что это искусственный интеллект, все это все равно вряд ли им поможет. И я полагаю, все равно Чейнджлинги в один момент просто кончатся, потому что мы не можем, конечно, посмотреть, сколько там сейчас хватает, сколько там солдат сейчас в дивизиях, но я предполагаю, процентов 80 уже где-то точно в среднем, и я думаю, это число уменьшается. Мы тем временем потихоньку исследуем флот уже, начинаем. Это у нас сделка на будущее, во-первых, всякие островные государства по завоевывать, во-вторых, в свое время как-то высадиться на запад, но до юга я не знаю. Скорее всего, уже делать там будет нечего, там не так много контента, но запад еще может быть завоевать. И вот мы объявляем войну в Skyfall, переводим нашу армию в наступление, но здесь, скорее всего, будет просто разгром. Почему у нас авиация не участвует или участвует? Как будто участвует, но сразу отказывалось об этом признаваться. Ну да, Skyfall, в принципе, ликвидирован. Отлично. Переходим к следующей стране. Физеро. Также просто стоит еще, кстати, помочь авиацией, наверное, минимально. Но в целом, там мало на что влияет. Мы точно так же закатываем и их тоже. Вот и капитуляция, вот и мирный договор. А мы готовы двигаться и нападать дальше. Собственно говоря, вот очередная страна. Сготавливаем наши армии. И между делом стоит уже готовиться, я думаю, к войне с Вингбардей. Между прочим, это республика. И, кстати, у нас многовато промышленности стало, я не обратил сразу внимания. У них тоже достаточно серьезная промышленность. Но армия, я полагаю, вряд ли будет сильнее нашей. Заготовили мы наши войска. Поможем, в принципе, обделять войну. И также методично закатывать их в бетон. Воронство Румеер, кстати, 216 тысяч потерь нанесло. Пожалуй, стоит между делом закатать и Румеер. Чтобы потом не пришлось делиться с ним варскором. Ну вот мы, в принципе, с помощью нашей прекрасной авиации потихоньку пробиваемся. Хотя здесь... А, нам не хватает снабжения, и весь катод до туда доходит без снабжения. Давайте тогда сделаем вот что. Представим вас вот сюда. Из центра снабжения. Разрушен временно. Поэтому там не хватало снабжения войска. Можно просто бесконечно штурмовать. Рано или поздно авиация свое сделает, собственно говоря. Гриффинстоун мы захватили. Остается лишь добить этот... Триклятый остров. А вот, собственно говоря, конец сопротивления. Отлично. Можно начинать войну с винт-партией. Итак, наши армии готовы. Авиация плюс-минус на позициях. Основная идея стоит в том, чтобы здесь напасть пехотой с поддержкой плотной авиации. Пробиться через эти территории. Здесь наши танковые войска должны вполне себе пробиться через пехоту. И кроме того, будет нападение и с другой стороны. Отсюда будет просто танковая армия с легкой поддержкой авиации. Вместе с еще одной пехотной армией. Тоже с минимальной поддержкой авиации. В принципе, мы готовы начинать. Так, скрываем разведданные. И объявляем войну. Вместе с началом всех планов. Сразу же призываются союзники. И начинается наша война. Пока что все идет очень неплохо. В принципе, я ожидаю, что так все и продолжится. Только если войска не будут стревать какие-то чрезмерно глупые окружения. Мне не придется делать вот так. Вместе с тем временем все проходит очень успешно. Происходит даже очень неплохое окружение. По меркам эквестрии, я бы сказал. Конечно, Советский Союз звонил и не сравнится. Но инбартия здесь потеряла неплохое количество солдат. Как можно увидеть, это практически полмиллиона со стороны их альянса. И мы продолжаем двигаться вперед. Мы постепенно продвигаемся. Все кубже и кубже. Между делом, производя небольшое окружение. И ликвидируя их. Терри потихоньку приближается уже к миллиону. Все-таки наша авиация, наша армия очень успешно справляются со своими задачами. И вот у нас и выпал ивент о том, что чейнджинги уже вот тут будут. И нова генерала хотят вернуться обратно. На самом деле неприятно, что у нас потеряется классный баф. Но что поделать. Мы, конечно же, даем им вернуться обратно. И тем временем я вижу, что у них реально уже не осталось шансов. Они уже потеряли свои собственные территории. И все еще поддерживают гарнизоны в Эквестрии. А мы тем временем практически закончили нашу войну. Тут тоже осталось очень мало сил сопротивления. И как только инбарди капиталирует, в принципе, мы выиграем всю войну. Нам не нужно будет бегать и капитулировать каждого ее участника. Вот еще одна страна капитулировала. И мы уже доходим до главных провинцевин гвардей. Наш, кстати, флот здесь обучается. Ну и подлодки топят наши конвей между телом. Это, конечно, неприятно, но, в принципе, без разницы. 140 тысяч против одного миллиона двухста тысяч. Вот мы захватили парфин. И можем заключать мир. Станавливаться на этом мы, конечно же, не собираемся. Мы уже готовим к ОСБЛе против следующей страны. Программа, как видите, мы тут атомное исследование закончили. Почему бы нам не поделать ядерные реакторы? И, собственно говоря, не делать ядерные бомбы. И потом, я думаю, мы будем двигаться в сторону Речной Федерации уже. Собственно говоря, это последняя какая-то сила на этом континенте. Итак, у нас, наконец, готов к ОСБЛе против нашего нового соперника. Сейчас у него новые страны для завоевания. В принципе, мы сразу же начали выступать. Без каких-либо проблем. Они призывают своего сателлита ОК. Здесь мини-проблемы возникают. Мы сейчас просто, я думаю, переназначим туда авиацию. И вопросы у нас пропадут. Тут тоже немножко истребителей направить. По возможности. Может, скоро доиследуем, как 200 дней ядерные реакторы. Потихоньку начинаем исследовать ракеты. Это, чтобы выйти в ракетную авиацию. Ну и плюс бафнуть наши ракетные арсиллерийские установки. Собственно говоря, все проходит отлично. Между делом мы, наконец, заследовали все, что нам нужно, чтобы делать подлодки. И мы, собственно говоря, открываем производство подлодок во всю нашу мощность. Что на самом деле очень даже большая мощность. Потому что у нас целые 24 верфи. В верфи, хотя я ни одну не строил. В принципе, на самом деле, в других странах даже больше. Но наши подлодки должны быть очень сильными и полезными. А на западе тем временем чейнджелинги капитулировали. Мне интересно, кто еще там держится. Кристальный протекторат еще считается великой державой. Поэтому они еще все не капитулировали. В Сталинграде просто не осталось никаких людских ресурсов. Я подозреваю, они будут просто бесконечно гореть в гарнизонах. Примерно то же самое можно сказать и о их союзниках. Здесь, конечно, еще в новом грифоне еще и некоторое количество есть. Но остальные все. Люди закончились. Они, в принципе, тоже. И вот так выглядит теперь западный континент. Еще немножко подлагивает, потому что прогружается все. Эквистрийский союз. Мне любопытно, откуда взяли все эти людские ресурсы. Я подозреваю, все территории резко стали национальными. Только так из нуля внезапно угла боится 5 миллионов. И это на самом деле очень много. В том смысле, что нам придется с ними сражаться. Хотя, конечно, вот это им будет очень мешать по производству. Но я думаю, с таким количеством военных заводов здесь будет вопрос именно о населении. У нас, как вы можете видеть, тоже ресурсы подзаканчиваются. Но это у нас еще целый 91 миллион не считается национальными. То есть, пока мы сделаем все фокусы, пока мы их интегрируем. Вот, допустим, эти сейчас интегрируются, а кто-то еще нет. Это тоже займет какое-то время. Наконец, эта страна капитулировала. Очень много времени она заняла. Вот это просто причина, что здесь есть острова. На них нужно было высаживаться. Но это не помешает нам продолжить наше завоевание. Итак, все готово для следующего нападения. Авиация на месте, армия на месте. Между делом, у нас уже 36 подлодок. Вполне себе хороших. Нужно только поставить, чтобы они ищенились. Вот это ненормально. И мы можем начинать выступление, собственно говоря. Вот здесь между делом может быть мастер по пехоте. Почему бы его не взять? Собственно говоря, все слишком прекрасно. Шансов вообще нет. Потери просто феноменальные. 400 человек против практически 200 тысяч уже. Вот что делает присутствие во всех технологиях, плюс в авиации. То есть, условно говоря, вот так вот выглядит битва. Это их войска, это наши. У нас 841. У нас просто огромное количество защиты и атаки. В принципе, в наступлении примерно та же самая ситуация. А вот просто воздухи убивает им всю защиту. Блестяще проведенная операция, можно сказать, 300 тысяч против всего лишь 500. Мы потихоньку подходим к речной федерации. Начинаем чертное нападение наше. Собственно говоря, готово к газу с пели. И... Нет, армия. Начинаем нападение. Здесь я вижу даже где-то красные знаки, но это до того, как наша авиация превратит вражеские войска в пыль. Не можем мы посмотреть почему-то войну. Это классические баки, я так полагаю, которые не дают свалить вообще никакую войну. С ним ничего не поделать, но я подозреваю, что потери у них огромные. Собственно говоря, мы, кстати, все приближаемся к ядерным бомбам. И уже заказали неплохое количество ядерных реакторов. Параллельно исследую тратегийские бомбардировщики и реактивные двигатели, чтобы выйти в реактивную авиацию, собственно говоря. Вот уже первая страна капитулировала. И мы заходим на территорию второй. Я подозреваю, что шансов у них точно так же нет. А вот и капитуляция. Собственно говоря, я думаю, между делом мы захватим Аукланд, потому что с него и так есть казалось были. А затем уже нападем на речную федерацию. Собственно говоря, вот этим мы займемся после, потому что здесь будет вот так как-то впадло. Так, мы тут подготовили наши высадки, авиацию, все на месте, можем высажаться. Росковы поплыли. А, господи, здесь был. Здесь был обычный проход. Но мы же не будем возвращать наши войска, я думаю. Мы просто успешно займем Winterhold, кстати. Мы просто успешно займем все их территории. И не капитулируем до того, как продвинуться куда-либо, или повернуться обратно. Кроме того, это такой план. Да. И все. Произошло как надо. Теперь мы можем не на что не отвлекаться и идти напрямую в речную федерацию. Собственно говоря, параллельное время не терял. И отстроил здесь инфраструктуру. Потому что войск здесь у нас будет много. Конечно, как только мы зайдем в их территорию, начнутся некоторые проблемы. Там инфраструктуры такой нету. Между делом, также я подготовил еще одну легкотанковую армию. И готовится еще одна пехотная. Ожидается, что фельдмаршал наш поднимет еще один уровень. Я ему дам эксперта по делегированию. И добавляем мы еще две армии. И уже этими армиями мы будем воевать, скорее всего, на западе. Тем не менее, эта серия подошла к концу. В речную федерацию мы будем одолевать в следующей серии. Как и вот этих мелких государств на нашем континенте. А с вами был Добкл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставьте комментарии. В общем, все как обычно. До скорых встреч.